Накануне Архангельская область прогремела на всю страну новостью о запуске космического аппарата на ракетоносители «Союз-2.1б». На месте работала моя коллега Наталья Галушина с оператором Павлом Прилучным. Съемочную группу на космодром Плесецк пригласили как победителей всероссийского конкурса арктических СМИ за фильм «Арктика. Глазами детей». Раннее утро. Журналистов подняли как по тревоге. Съемки подготовки к пуску задолго до самого старта. Вот он, ракетоноситель «Союз-2.1б». И две эмблемы в центре. 80 лет региону и 60 лет космодрома Плесецк. Особая гордость. До запуска космического комплекса военного назначения на ракете-носителе «Союз-2.1б» остается чуть больше часа. Наблюдать за пустом журналистам разрешают лишь вблизи 5-6 километров. К слову, площадь самого космодрома Плесецк – 46 на 82 километра. Время 9.34. Ракетоноситель «Союз» отрывается от стартового стола. Все идет по плану. Данную боевую работу я оцениваю, прежде всего, как результат большого тектонического труда, большого количества людей, как в вагонах, так и гражданского персонала. Пусть прошел штатно, установлено время без замещения. Я, как командир боевого расчета, могу оценить. Ракетоноситель «Союз-2.1б» с космическим аппаратом нового поколения уже успешно выведена на целевую орбиту. Об этом позже сообщит Минобороны России. И немного истории. Предшественник «Союза-2.1б» – ракетоноситель «Союз», который модернизировали в два этапа. На ней применяется новая единая для всех ступеней система управления. Сегодня на космодроме Плесецк создаются и обрабатываются перспективные ракетно-космические комплексы «Союз-2» и «Ангара». К строительству второго приложил руку и губернатор Поморья Игорь Орлов. Такое задание для предприятия судостроительного сначала получить было непросто, у всех были сомнения, первый опыт кооперации. Но то, что мы сделали тогда на «Звездочке», я был руководителем проекта по строительству этого стола для комплекса «Ангара». Я думаю, что следующий стол тоже может быть изготовлен на «Звездочке», потому что эта программа развивается. Вот она, самая северная в мире космическая гавань. Универсальный ракетно-стартовый комплекс «Ангара», единственный в мире высотой 56 метров, с универсальным стартовым столом для запуска ракет легкого, среднего и тяжелого класса. И сегодня уже стало известно, с космодрома Плесецк космическим аппаратом накануне запущен спутник «Тундра». Он войдет в космический эшелон системы предупреждения о ракетном нападении, то есть будут отслеживать запуски баллистических ракет. Как сообщают Минобороны, космические войска России теперь смогут приступить к полноценным летно-конструкторским испытаниям. Наталья Галушина, Валентина Приходько, Анна Бибикова, Павел Прилучин. Специально для Вестника Северодвинска.